спасибо вам что внимательно ознакомились с руководством пользователя перед установкой системы данный виде материал не заменяет руководство а служит дополнением к нему желаем эффективного просмотра анализатор к уголом inter destiny plus поставляется в фанерной коробке на коробке есть знаки отличия такие как серийный номер каталожный номер знак производителя также на коробке присутствует паспорт медицинского изделия и датчик сотрясения которое необходимо проверять при получении анализатора от транспортной компании для того чтобы снять верхнюю фанерную крышку с коробки необходимо открутить по три винта с каждой стороны внизу от палетты фанерную крышку может снять один человек для этого необходимо один из краев слегка приподнять и сдвинуть вперед чтобы он опирался на палету затем с обратной стороны приподнять крышку и перевернуть ее на торцевую часть аккуратно не повредив анализатор после снятия крышки на палете остается анализатор упакованный в белый пакет и коробка с принадлежностями для того чтобы снять анализатор с палеты необходимо освободить его ножки открутив четыре лапки с каждой стороны анализатора в коробке с принадлежностями находятся руководство оператора сопутствующие документы клавиатура мышь манипулятор кабель питания адаптер для штрих-кодов набор с оппендорфами набор стеклянных химкостей набор пластиковых химкостей набор с металлическими адаптерами для оппендорфов и набор аксессуаров для установки анализатора на стол необходимо два человека после установки с анализатора необходимо снять все транспортные ленты и крепления ленты красного и оранжевого цвета с нескольких сторон анализатора и внутри его если поднять полупрозрачную пластиковую крышку для того чтобы освободить манипулятор анализатора необходимо снять защитную крышку прибора затем протолкнуть снизу вверх примерную вставку освободить вертикальное перемещение зонда от металлического уголка данный уголок и примерную вставку рекомендуется хранить в течение гарантийного срока анализатора и в последующем для транспортировки не забудьте снять защитную пленку с дисплея анализаторы подключить анализатор в сеть через источник бесперебойного питания источник бесперебойного питания должен быть двойного преобразования с чистой синусоиды на выходе с левой стороны анализаторы располагаются емкости для системного раствора и отходов к крышкам этих им костей необходимо подключить трубки с коннекторами до щелчка как показано на видео емкость для системного раствора необходимо заполнять дистиллированной или диенизированной водой и регулярно мыть с чистящими мыльными растворами минимум раз в месяц после включения анализатора или при смене емкости со системным раствором необходимо заполнить систему для этого в главном меню программы вы выберете вторую кнопку гаечным ключом и выберите режим заполнения воронка после этого подтвердите галочку в случае если у вас не стоит очистки на борту и проведите эту процедуру несколько раз для удаления пузырей и систем перед заполнением системы необходимо проверить подключение коннектора трубки отходов крышки емкости отходов этот коннектор должен быть подключен до упора до щелчка случае если коннектор не закрыт полностью то линия отходов перекрыта и при заполнении в нем будет нарастать давление которое может привести протекание уходов внутри анализатора после проведения нескольких процедур заполнения системным раствором необходимо перед работой сделать диагностические тесты один из тестов это тест труи для этого необходимо вытащить штативы с пробами затем в программе пользователя выбрать пункт с труи желательно снять полупрозрачную защитную крышку затем под зонт подставить емкость пустую например крышечку от планшет подтвердить программе пользователя что вы установили пустую емкость под зонт и выбрать тест струи еще раз обратите внимание на струю она должна быть вертикальная без завихрений хороший тест струи означает чистоту внутри зонда в комплекте документов к анализатору имеется инструкция для ежедневного обслуживания в ней указано и графически обозначено какие процедуры и как должны быть выполнены в течение дня до и после работы после проведения теста струи необходимо сделать аналогичный тест тест капли для этого необходимо выбрать тест капли в программе пользователя и обратить внимание на каплю на кончике зонда капля должна быть строго на самом кончике симметрично со всех сторон если капля задирается на края зонда или капает или срывается с кончика для начала необходимо почистить кончик зонда с помощью салфетки с дистиллированной водой затем салфетки с этиловым спиртом и повторить тест капли для того чтобы при загрузке планшетовый анализатор шарики из измерительных колодцев не перескочили в соседние ячейки необходимо устанавливать планшеты на анализатор не распаковывая для этого необходимо устанавливать планшеты на борт анализатора не снимая крышу необходимо устанавливать планшеты на борт анализатора в два этапа сперва снимите пакет с планшет и установите целый блок в лифт для планшет после этого возьмите ножик или ножницы подрежьте ленту на крышке с обеих сторон После чего вытяните ленту из-под планшет и снимите крышку. Задвиньте лифт внутрь анализатора. Внутрь анализатора за один раз не рекомендуется устанавливать сразу две пачки с планшетами. Для того, чтобы установить реагенты на борт анализатора, необходимо установить флаконы с реагентами, штатив, повернуть флаконы таким образом, чтобы штрих-код на этикетках был слева и виден в прорезь между позициями. Затем необходимо снять все крышки с флаконов реагентов и установить штатив в анализатор. В анализаторе присутствует штрих-код ридер, который имеет задержку считывания по избежанию ошибочных считываний. Чтобы штрих-код ридер сосчитал все флаконы реагентов в штативе, сосчитались правильно, необходимо устанавливать штатив с флаконами на борт анализатора медленно. В противном случае, если штатив на борт анализатора устанавливается с повышенной скоростью, анализатор может не успеть сосчитать некоторые флаконы с реагентами. Пример на видео. Если такое происходит, необходимо изъять штатив из анализатора и установить его повторно. Для установки штативов с пробами на борт анализатора необходимо учитывать следующее. Каждый штатив имеет два блока по пять позиций. На каждой позиции существует штрих-код, который при считывании анализатором обозначает пустое место, то есть отсутствие пробирки. Когда пробирка установлена в штатив, штрих-код не считывается. Для того, чтобы анализатор корректно сосчитал занятые и пустые позиции в штативе с пробами, необходимо устанавливать штатив на борт анализатора не спеша. В противном случае, при повышенной скорости установки штатива с пробами на борт анализатора, возможно ложное считывание. Пример на видео. С левой стороны анализатора под ёмкостью для отходов расположена ёмкость для использованных планшетов. Анализатор предупреждает пользователя, когда необходимо удалять планшеты из корзины, однако перед каждым началом работы необходимо опорожнять эту корзину на случай, если там остались использованные планшеты. В процессе работы анализатора он использует системный раствор для промыв. В качестве системного раствора используется дионизированная или дистиллированная вода. Так как в воду могут попасть органические загрязнения или неорганические загрязнения, необходимо контролировать частоту шприца-дилютера. Для того, чтобы обслужить шприц-дилютера, необходимо выбрать соответствующий пункт в меню программы пользователя, снять защитную крышку с анализатора, подождать остановки анализатора и выполнить следующие действия. Для того, чтобы снять шприц-дилютера, необходимо открутить нижний удерживающий поршень винт, спустить шприц, отвернуть шприц от клапана-дилютера и поменять в нём накладку. В наборе принадлежности к анализатору и в наборе для обслуживания анализатора, как правило, имеется прокладка и уплотнительное кольцо для поршня-дилютера. Для того, чтобы обслужить шприц-дилютера, необходимо вытащить из него поршень и заменить данную накладку. Накладка меняется следующим образом. Снимается посредством брючных инструментов накладка. Затем на поршень одевается новое уплотнительное кольцо и новая накладка. Накладка одевается на поршень до упора и выравнивается. После замены накладки на поршень и шприца, необходимо заполнить шприц этиловым спиртом 30% на 10-15 минут. Также, в случае необходимости, используя подходящую иголку или мандрен, прочистите отверстие шприца-дилютера. После обслуживания шприца-дилютера установка шприца на место производится в обратном порядке. Упаковку от гарантийного анализатора необходимо хранить в течение гарантийного срока анализатора. При возникновении сервисных или металлических вопросов по использованию программы на анализаторе и анализатора в целом, обращайтесь в сервисный отдел ЗАО «Аналитики» или в отдел «Продукции». Наша сервисная служба всегда готова помочь. Контактный номер и почта у вас на экране. До новых встреч! Ваша ЗАО «Аналитика».